С 14 апреля в Рязанской области установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов. Согласно дополнительным требованиям, посещать леса с этого момента запрещено. Не коснется это лишь жителей тех населенных пунктов, путь к которым лежит по лесным дорогам. Будет вестись патрулирование, и все эти меры связаны с очень ранними сроками пожароопасного периода. В этом году он наступил почти на месяц раньше. Региональный пункт диспетчерского управления чем занимается? Это сбор и анализ информации, поступающий из различных источников и от граждан нашей области, и от технических средств о каких-либо задымлениях. И естественно передача этой информации для тех, кто занимается тушением. Что такое лесные пожары и к чему могут привести возгорание в лесу, все мы помним из августа 2010 года. В сухую безветренную погоду огонь распространяется с невероятной скоростью и занимает огромные территории. А доступ к нему ограничен. Тушение лесных пожаров почти всегда связано с труднодоступностью места возгорания. Поэтому, чтобы добраться до очага, требуется специальная техника. В снегоболот и ход морал – новое приобретение позже леса. Практика показала, что для доступа в некоторые уголки региона просто необходим подобный вездеход. Машина идеальная для нашей местности. Вся Сибирь-матушка на этих машинах построена. Выбор был не просто так. Значит, высокая проходимость, способность плавать, способность вести до 10 человек экипажа в грузовом отсеке и в кабине болотохода. Возможность разместить емкости с водой и пожарно-техническое вооружение. В арсенале лесных пожарных автомобиль «Урал» большой емкости. В эту махину помещается 9 тонн воды. Используется он для тушения лесных дорог и для подзаправки маленьких, более проходимых транспортных средств. Основные трудяги у нас – это, конечно, маленькие газики. Почему они? Ну, машина высокой проходимости, маневренная, пролезет там по любому бездорожью, пролезет по болоту, по лесу. Диспетчерская служба позже леса работает круглосуточно. На территории области установлены камеры в 30 точках на высоте около 70 метров, с которых ведется наблюдение за лесными массивами. Камеры позволяют заметить даже маленькое задымление и вовремя среагировать на возгорание. Для нас самое напряженное время работы – это весна, когда сошел снег, травка еще не выросла, и старая, пожухлая, но сухая трава появляется на лугах, полях, в лесу, везде практически. И этот сезон, ну и плюс ко всему осень, то же самое. И этот сезон был, нельзя сказать, что он особенный, все повторилось только гораздо раньше. Кроме того, в распоряжении позже леса квадрокоптер, беспилотник и тепловизоры. Вся эта техника позволяет своевременно отреагировать на огонь. С помощью тепловизоров сотрудники отслеживают горение торфяников – одно из самых сложных и опасных. Ведь леть под землей торф может очень долго, распространяясь на большие площади, а заметить очаги снаружи без спецтехники очень сложно. Горят торфовские поля. Вот из-за халатности людей может пострадать население. Эти съемки производились местной жительницей того же Кадамского района на прошлой неделе. Пал сухой травы – еще одно опаснейшее явление для леса. Огонь выжигает траву и зачастую перекидывается на близлежащие лесные массивы. К сожалению, статистика неутешительна. Из года в год регистрируется 200-300 возгораний полей в регионе. К счастью, в этом году от полевых пожаров пока не пострадал лес. Но в целях безопасности легких нашего региона временно стоит воздержаться от выездов на пикники.